Привет, друзья! Давно не виделись. Давно я влог не снимала. Так что пламенный привет. У нас сегодня пятница. Я с работы иду домой. Извиняюсь за солнышко, но потому что против света. Но я сейчас найду местечко. Приторможу немного, потому что когда идешь, мне очень удобно разговаривать. В общем, разговаривать и солнце иззади. Так вот, я чего хотела сказать. Я хотела сказать, что, так как бы мне так взяться интересно, забыла сегодня селфи-палки. В общем, хотела я сказать вам, что мы сегодня на работе обсуждали такую интересную тему религиозную. Я вот зарекалась никогда на своем канале не обсуждать тему религии. Я и не буду, в принципе, ее никогда обсуждать. Просто хотела сказать. Смотрела я видео госпожи Муренковой. Ну, извините, что так с пафосом. Ладно, просто бывшая служительница церкви Муренкова Валентина. И вот я вам что хочу сказать, что наконец-то хоть один человек, который когда-либо стоял по ту сторону, по другую сторону, вот в церкви, то есть не с этой стороны, где мы с вами стоим, а с другой стороны, кто прошел через это, потратив на это многие годы, наконец-то сказал всю правду. Вот те люди, которые сходят с ума, которые верят безотказно, которые думают, что действительно все так и есть на самом деле, посмотрите, пожалуйста, эту женщину и раскройте себе глаза на религию в целом и вообще на церковь. Просто, ну, вот. И, в общем, это все, что я хотела сказать. Просто для меня было открытием, и человек в некоторых моментах действительно такие истины прописные рассказывает, которые вроде бы обычная вещь, просто мы этого не замечаем вокруг. Обычные вещи, абсолютно. И смотрите просто. Мне кажется, вы должны открыть для себя тоже что-то новое. Вот. А я сейчас иду домой, потому что мы сегодня едем на дачу, а в субботу едем в гости к родственникам, и я там вам немножко поснимаю, потому что там очень красивые горизонты. Так что увидимся. Мы, наконец, на даче, и смотрите, какая красота. Мои цинии распустились. Всевозможных окрасок и форм. Вот это маленькое, вообще просто чудо. Я их обожаю. Я прям балдею. Цинии и розовенькие, и светло-розовенькие, и красные, и прям, и вот белые. Вот, кстати, мой дружочек, который я вам показывала. Вот он так распустился. Может, кто знает, как называется, потому что я уже упаковку выбросила. Вот. Лилия цвела. Там веселые ребята. Сейчас покажу. Смотрите, какие они красивые. Какой сразу вот внешний вид. Игольчатые, и большими лепестками. Сейчас на ту сторону сходим. И с этой стороны тоже. Они еще маленькие, но все равно цветут. Вот эта трава была для альпийской горки. Вообще, я не знаю, что это. И еще два цветочка, значит, вот этот вот. Вот листики, вот какие резные. Вот они. Не знаю, как зацветет вообще, что это такое. Вроде как многолетний, но посмотрим. А вот этот все-таки оказался львиным зелом. Вот такой красненький. Ну, я его выкапывать не буду. Он двулетник. Я думаю, что на следующий год он отлично останется у меня. Вот. И мои цини, цини, любимые цини. Любимые мои разноцветные, всякие махровые. И не только красотки мои маленькие. Немножко они подросли. Как видите, я переживала, что они низкие. Вот. Тут внизу анютки цветут. Вот эта мята меня задолбала. Я от нее уже устала. Если кому нужно, кто рядом, она очень сильно пахнет. И в чай там добавляйте. Ну, в общем, если нужно, пишите. Вышли любым удобным способом. Вот. Мои цини, любимые цини. Такие лапусечки. Тут у меня в тенечке веселые ребята. Такие разноцветные. Ну, пока они только начали цвести. Но, видите, бутонов много. То есть, будет попозже. Тут вот они такой классической формы с круглым лепестком. А вот здесь такие игольчатые. Я, правда, их не разделяла, где какие сажать. Но, этот уже осыпается. Тоже игольчатый. Видно, сами они так получились из разных коробок. И вот цини тоже какая-то такая махарова непонятная. В разные стороны. Вот беленькая мне нравится. Я просто в диком восторге. Их так много. И они все цветут. Обожаю цини. Кто не знал, мои любимые цветы. Они стоят долго. Потому что они такие, как типа, как сухоцвет. Но это не сухоцвет. Но, в общем, кто знает, тот знает. Мне сложно объяснить. Просто они не водянистые цветы, а сухие. Поэтому могут стоять долго. Но мне нравится и так, что они вот на полянке, на окломбе цветут. Я просто в диком восторге. Кстати, кто говорил, что у нас участок выглядит запущенным. Возможно, так и есть. Потому что я возделываю только эту половину участка, которая вот здесь. Та половина, может быть, еще кажется, из-за того, что у нас деревьев много, поэтому такая загруженность. То есть, у нас нет газона сплошняком. Вот. Во-первых, во-вторых, вот эта грядка, она сейчас отдыхает. Мы здесь ничего не сажаем. Там либо сидит то, что нужно пересадить, либо ничего не сидит, потому что здесь уже настолько истощенная земля, что ей нужно отдохнуть не один год. И потом мы здесь будем делать новую грядку, туда насыпать, естественно, и все это потом родится. А вот здесь в центре, опять же, кто не знает, я думаю, что вы просто недавно присоединились, поэтому не в курсе. А в предыдущие годы я делала дорожку. Вот. И она должна продолжаться вот туда. Поэтому вот эти грядки так же никак не возделываются и не обрабатываются. То есть тут сидят цветы, которые нужно пересадить, либо вообще эти грядки будут убираться. Я еще не решила, я еще не спланировала. Вернее, спланировала, но у меня все меняется каждый день в голове. Вот. А насчет запущенности дорожки, тоже вы говорили. Все дело сейчас у нас завязано на доме. Я уже показывала, там фундамент наклонился. И сейчас мы как бы ждем специалиста, который решит, нужно выравнивать фундамент или нет. Ну, не знаю, видно вам или нет, они наклонены столбики в эту сторону, то есть вот сюда. Вот. И значит, специалист должен сказать, нужно ли выравнивать эти столбы. Если да, тогда мы тогда сначала будут выравниваться столбы, а потом уже делается дорожка, потому что эту дорожку нужно переделать. Поскольку когда нам отделывали дом, мне весь бордюр поломали и из-за того, что у нас не было слива раньше, сейчас он есть, зимой дорожка разъехалась и этот бордюр отвалился и этот бордюр отвалился. Вот. И плитки тоже разъехались, поэтому посередине трава растет. В общем, все как бы связано между собой, друг с другом. Поэтому не нужно мне писать всякое говно. Я и сама прекрасно знаю, что у меня запущенные дорожки, так что не надо. Вот. И в общем-то я вам хотела позитивную ноту показать, хотела показать свои цинии, мои любимые цветочки, цинии, красотулечки мои. Вот. Так что на этой позитивной ноте пока что прощались и увидимся с вами в гостях. Мы сейчас едем в гости и там вам немножко поснимаю. в гостях. В гостях